Новый закон для новых возможностей. На заседании Комитета собрания депутатов Ненецкого округа рассмотрен проект закона об оленеводстве в Ненецком округе. Необходимость в разработке и принятии нового закона об оленеводстве обусловлена тем, что в действующем законе, который был принят еще в 2002 году, имеется ряд пробелов и неточностей, а также противоречий федеральному законодательству. Новый законопроект содержит в себе три основные блока. Первый блок – это государственная поддержка оленеводства как отрасли. Второй блок связан с обеспечением сохранения и рационального использования земельных ресурсов оленей пастбищ, имеющихся в округе. Третий блок посвящен социальной поддержке оленеводов и их семей. В законе четко прописаны минимальные нормы и минимальные денежные выплаты оленеводам, а также введено понятие «чумработник» и «чумработница». Это сделано для того, чтобы закрепить меры поддержки для пенсионеров-оленеводов. Необходимость в разработке и принятии нового закона о оленеводстве в округе обусловлена прежде всего тем, что закон от 2002 года о оленеводстве в Ненецком округе характеризуется рядом пробелов и неточностей, которые противоречат на сегодняшний день федеральному законодательству. По этой причине некоторые нормы закона не могут быть на сегодня реализованы. Таким образом, новые экономические и социальные условия развития вызывают необходимость обновления законодательства округа об оленеводстве и устранения существующих пробелов правового регулирования. Мы считаем, что результатом принятия нового законопроекта будет дальнейшее развитие оленеводства как основной отрасли традиционной хозяйственной деятельности. Также депутаты собрания депутатов Ненецкого округа предлагают облегчить порядок получения льготы по оплате взносов на капитальный ремонт. Напомню, ранее льготы на оплату взносов получили две категории жителей региона. Те, кто достиг 80 лет, полностью освобождены от уплаты средств. Те, кто достиг 70 лет, платят лишь 50% от полной стоимости. Но прежде чем получить причитающиеся льготы, необходимо полностью внести плату на капитальный ремонт и только после получить обратно в качестве компенсации свои средства. Предлагается заменить компенсацию для этих групп граждан на освобождение их от уплаты. Полностью в отношении граждан, достигших 80 лет и 50% в отношении граждан, достигших 70 лет. Принятые законопроекты рассмотрят на ближайшей сессии собрания депутатов 22 сентября 2016 года.